Семеро погибли и 39 получили травмы. Такую печальную статистику по ДТП за минувшие выходные приводит областная госавтоинспекция. Самым беспокойным днем для спасателей и дорожных полицейских оказалась суббота. 28 июля на дорогах региона произошло сразу три ДТП с погибшими и пострадавшими. В половине шестого утра на трассе Владимира Муром-Арзамас в Судогодском районе отечественная легковушка столкнулась с недорожником. По предварительной информации, ВАЗ-2110 под управлением 32-летнего москвича при проезде перекрестка неравнозначных дорог не уступил автомашине «Шкода Кодиак», ехавшей по главной дороге. Машины столкнулись. В результате погибли водитель десятки и его 39-летний пассажир. Еще одного человека, ехавшего в легковушке, с серьезными травмами госпитализировали в БСП города Владимира. Еще одно ДТП с погибшим в этот же день произошло в Собинском районе. На автодороге Колокша-Кольчугина водитель автомашины «Опель Вектра» при осуществлении маневра обгона допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с другим транспортным средством. В результате данного автопроисшествия один человек, пассажир автомашины «Нива», скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. Также водители, два пассажира получили серьезные травмы, с которыми были госпитализированы. В аварию попала и машина скорой помощи. ДТП произошло в черте города Владимира 28 июля в 23.30 на 14-м километре трассы М7, когда в машине скорой был пациент. По предварительной информации, спецтранспорт марки УАЗ под управлением 56-летнего водителя двигался со стороны Юрьевпольского с включенными сигналами. Скорая выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Там она столкнулась с автомобилем Ford Focus, который двигался по трассе в направлении Москвы и не пропустил скорую. За рулем был 49-летний житель Владимира. В результате автопроисшествия три человека получили ранения, в том числе водитель автомашины УАЗ и два пассажира автомашины УАЗ. Пострадали пациент скорой медицинской помощи и ее дочь. Все граждане госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. На данный момент будет проводиться административное расследование, в рамках которого будет установлена степень вины каждого из участников автопроисшествия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова